Доброго всем, тема сегодняшнего видео это замена привода ГРМ. Почему сегодня эта тема, которая является прерогативой мотористов, возникла у нас, объясняется очень просто. В неделю 3-4 головки к нам приходят в ремонт с гнутыми клапанами, после того, как обрывает ремень ГРМ, или срезает зубья, либо же перескакивает цель. В беседе с клиентами о том, как все действие произошло, выясняются удивительные вещи. Оказывается, что многие автовладельцы не знают сути регламентных работ. Я думаю, что ни для кого не секрет, видимо кроме этих водителей, что такие регламентные работы проводят не только по достижению определенного пробега, но и при достижении определенного срока эксплуатации в месяцах-годах. В сервисных книжках, если кто помнит, оговаривается данная седла. Однако, как правило, владельцы забывают о годах, но помнят о пробеге. И очень часто говорят, не пойму, авто пробежал 25 тысяч километров, всего половину срока, а ремень порвался. Но в последующем разговоре выясняется, что авто пробежал эти километры за 7 лет, а по регламенту замена раз в 5 лет. А ведь ремень-то изготовлен, грубо говоря, из резины, а она стареет, высыхает, трескается. И народ попадает на конкретные деньги, это гнутые клапаны, хорошо, если только несколько штук. Зачастую гнутый клапан разбивает втулку, то есть нужно поменять еще и втулки. А вот если произойдет отрыв тарелки клапана, какое часто происходит у выпускного, ведь он сварной клапан, то беды он доставит много. Разобьет поверхность ГБЦ, может поломать седла, свечи, каналы и, соответственно, наделает конкретную беду в блоке цилиндра. Пострадать может сам цилиндр, поршень, шатун, блок. Очень часто встречается и другая причина. Владелец купил авто и поверил продавцу, что тот якобы поменял привод всего несколько тысяч километров пробега назад. А оказывается обманул. Проверить никто не удосужился и результат. И еще одна причина, которая нынче набирает обороты. Это низкого качества запчасти. Иногда клиент поменял ремень, а он всего через пару тысяч проработал и порвался. Поэтому обратите внимание на то, что вы приобретаете. Берите запчасти у проверенных продавцов, известных проверенных брендов. И обязательно меняйте в паре и ремень, цепь, ролик, звезда. Как правило, вместе с ремнем, цепью оказываются в той или иной степени изношены шкивы звездочки. Износ шкива зубчатого ремня может быть достаточно большим, если кожух ремня не обеспечивал надежного уплотнения от пыли и грязи. При этом часто изнашивается наружная поверхность шкивов. Из-за этого ремень, особенно новый с неизношенными зубьями, прилегает к шкиву только на небольших участках у захода на шкив и схода с него. Остальная часть ремня между этими участками может не прилегать к шкиву, она как бы висит в воздухе. Вследствие этого значительно возрастает нагрузка на зубья, и новый ремень может порваться всего через несколько тысяч километров. Характер износа звездочек обычно способствует ускоренному износу и вытяжению новой цепи. Однако практически даже после больших пробегов звездочка часто не имеет сильного износа. Учитывая, что на большинстве двигателей есть гидронатяжители, обеспечивающие плавность хода цепи и отсутствие ударных нагрузок, нередко удается и повторно использовать старые звездочки. Правда ресурс новой цепи при этом будет уменьшен, и впоследствии нужно учитывать и менять цепь гораздо раньше. Менять следует в первую очередь звездочки шкивы, коленчатого вала и распределительных валов. Остальные звездочки шкивы на большинстве двигателей не оказывают существенного влияния на ресурс элементов привода ГРМ. Вывод, я думаю, сделает каждый для себя сам. А у нас на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, обязательно ответим. И без аварийных вам поездок. Субтитры создавал DimaTorzok